Стоит ли ехать в Испанию тем, кто сейчас убегает от войны в Украине? Какую помощь предлагает Испания? Где найти актуальную и достоверную информацию? Об этом вы узнаете в моем сегодняшнем видео. Если вы сейчас думаете, в какую сторону бежать, что делать? Перед вами на самом деле очень широкий выбор стран. Все страны Европейского Союза, также Великобритания на определенных условиях, Канада, Новая Зеландия и другие страны предлагают специальную программу по временной защите для украинцев, которые пострадали от войны. Если вы сейчас бежите от войны, конечно же, первым делом нужно оказаться в безопасном месте. Как только вы перешли на границу с ЕС, вы оказались на территории Европейского Союза, перед вами есть широкий выбор. Все страны ЕС предлагают программу по предоставлению статуса временной защиты для украинцев. Поэтому вам нужно хорошо подумать, взвесить все плюсы и минусы, в какую страну вам стоит направиться. Или, возможно, даже выбрать не Европейский Союз, а отсюда уже отправиться в Канаду, Новую Зеландию, Исландию или Великобританию, выберите то, что наиболее подходит для вашей ситуации. Возможно, кому-то по здоровью подходит именно Испания, так как многие асматики едут в Таревьеху в Аликанте. Но некоторые люди, которые планируют работать и зарабатывать, что немаловажно, возможно, выберут другие страны. Кому я бы рекомендовала ехать в Испанию? Конечно, тем, у кого здесь есть родственники, либлейские люди, которые помогут на первом этапе. Второе, это люди, у которых есть достаточное сбережение на проживание минимум полгода-год. Причем эта сумма накоплений не включает в себя ту сумму, которую вы оплатите за аренду. Потому что за аренду придется заплатить, скорее всего, сразу за весь срок, даже больше. И третий пункт, это те люди, которым действительно подходит климат Испании, им нравится это место как, в принципе, страна, и они хотят здесь адаптироваться или находиться определенное время. При этом эти люди обладают высоким уровнем находчивости и предприимчивости. То есть, по факту, они найдут себя абсолютно в любой стране, какая бы сложная экономическая ситуация там ни была. Если вы готовы брать на себя эти риски, то Испания с радостью вас примет. Те же люди, которые ожидают, что им предложат программу all-inclusive, когда из сложной ситуации поместят благополучную ситуацию и решат за них все проблемы, предложат материальную помощь, работу, к сожалению, Испания таким людям не подойдет. Сейчас в интернете слишком много разрозненной информации. Кто-то делится своим позитивным опытом переезда в эту страну, в Испанию и вдохновляет тысячи людей последовать за ним. Кто-то, наоборот, рассказывает, как здесь все ужасно и тем самым, наверное, отталкивает людей, пугает. Я же рекомендую вам не рассчитывать на чужой опыт. Каждая ситуация индивидуальна. Если кому-то повезло больше, не значит, что у вас будет та же ситуация. То же самое, если кто-то попал в сложные жизненные условия в Испании, не значит, что такая ситуация коснется вас. Я рекомендую рассчитывать только на свои силы и доверять официальным источникам. На экране вы сейчас видите номер телефона. Это горячая телефонная линия, официальная, государственная, где говорят на испанском, украинском и русском языках. И вам помогут со всеми вашими вопросами по поводу получения статуса временной защиты. Также прилагаю ссылку на официальный государственный сайт по теме оказания помощи украинцам, где вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы. Информация актуальная и достоверная. Это те ресурсы, которым вы можете доверять горячая телефонная линия и официальный государственный сайт. Информация в других ресурсах, в том числе у нас, может не всегда быть актуальной и достоверной, потому что она меняется постоянно. Что касается меня, исходя из той информации, которой я владею, я отвечу на вопросы, которые я ежедневно получаю у себя в социальных сетях. Перед тем, как я перейду к вопросам, хотела бы немного рассказать о своей истории и попросить вас об одном одолжении. Моя семья сейчас находится в Мариуполе. До этого я не слышала ее более месяца, вообще не знала, что с ними живы ли они, что с ними происходит. Недавно я получила от них звонок, я знаю, что они живы, и мне нужно вывезти. А это 10 человек, которых мне нужно перевезти. И это сделать, поверьте, очень непросто. Также у нас в команде работают люди из Украины, и нам важно сосредоточиться на работе для того, чтобы сохранить компанию и сохранить рабочие места для этих людей. Поэтому время для консультации в комментариях у нас есть не всегда. Также я не всегда могу ответить в личных сообщениях в Инстаграм или в Фейсбук. Пожалуйста, все ваши вопросы задавайте в комментариях к этому видео YouTube. Итак, первый вопрос, основной, который я вижу. Дают ли материальную помощь в Испании? Ответ однозначный – нет. И здесь больше нечего добавить. Информация на 18 апреля 2022 года. Не знаю, как будет дальше, но пока таких предпосылок даже не видим. Второй вопрос. Где получить жилье? Могу ли я найти бесплатное жилье? По факту вас не оставят на улице. В Испании нет пока государственной программы по заселению беженцев. Но здесь работают благотворительные организации, как и во всех странах мира. Поэтому, если вы приехали и вам абсолютно некуда идти, вам нужно обратиться либо в полицию, которая вас уже дальше направит в места для людей, у которых жизненные сложности и нет крыши над головой, либо обратиться в благотворительные организации, такие как, например, Красный Крест, Круз Роха, Сеар или Ассем. Таких ассоциаций очень много в Испании. Возможно, в том городе, куда вы едете, будут некоторые другие организации, которые не так популярны, но тем не менее оказывают большую помощь. Спрашивайте у местных жителей. Помимо этого, есть интернет-порталы, которые помогают беженцам из Украины, вернее, людям, претендующим на статус временной защиты, найти временное жилье. На этих сайтах, как правило, вы не встретите варианты жилья на долгий срок. Тем не менее, на несколько недель или даже на несколько месяцев вы вполне можете найти предложение. Также в Facebook есть одна группа, которая мне очень нравится, Acohida de Ukranianos, называется как-то так, если не ошибаюсь, ссылочку оставлю, где сами испанцы предлагают свое жилье, или где вы можете написать объявление, и, возможно, кто-то откликнется. Предпочтения, как правило, дают женщинам с детьми, большим семьям и мужчинам найти проживание гораздо сложнее. Третий вопрос из моего топа, часто задаваемых вопросов, это вопрос о работе. Могу ли я найти работу в Испании? Вы, конечно же, можете. Вам дают право на работу, но это не значит, что вам дают вакансии, вам никто не предлагает работу. Здесь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нужно действовать самостоятельно. Найти работу без знания языка, не люблю слово «невозможно», но крайне сложно. На нашем канале в Telegram мы регулярно публикуем вакансии, которые находим, и, возможно, среди них вы тоже найдете достойное для себя предложение. Также некоторые благотворительные организации открывают наем украинцев для работы и помощи своим соотечественникам. Это работа с контрактом на 3-6 месяцев, как правило. И, конечно, не забывайте о востребованности украинцев на удаленные вакансии. Какое жилье вам могут предоставить бесплатно? Если мы говорим про благотворительные организации, это может быть хостел на 20-30 человек в одной комнате. Это может быть палатка для беженцев. То есть берут, например, стадион спортивный и разделяют его на мини-комнаты, где могут заселять беженцев. Либо же это могут быть отдельные комнаты в отеле, либо в хостеле, либо иногда подселяют в семьи к испанцам. Здесь, как повезет, зависит от того города, где вы просите помощь от конкретной организации, от личной вашей ситуации, от многих факторов, на которые вы на самом деле повлиять не можете. Вы оставляете заявку на оказание вам помощи, на предоставление жилья, а благотворительная организация уже по мере своих возможностей предоставляет вам крышу над головой. Дорогие соотечественники, украинцы, я вас очень прошу быть воспитанными, благодарными людьми. Когда вы получаете любую помощь, благодарите испанцев, благодарите тех людей, кто помогает вам. Не жалуйтесь на то, как сложно или какие некомфортные условия для жилья вам предоставили. Это всяко лучше, чем в подвале в Мариуполе, согласитесь. Будьте благодарны за то, что имеете, за то, что вам дали. И взамен старайтесь предложить свою помощь. Возможно, убрать, присмотреть за пожилыми, что угодно. Если человек протянул вам руку помощи, старайтесь в ответ что-то предложить от себя. То, что вы можете на текущий момент. Следующий вопрос. Помогают ли с продуктами и вещами? Само государство такую программу помощи пока не организовало. Но благотворительные организации и волонтеры активно помогают практически в каждом городе в Испании. Где найти такую помощь? Прежде всего, конечно же, в гугле вбейте название благотворительной организации и город, в котором вы находитесь, и увидите ближайшие организации к вам. Направляйтесь туда. Также многие наши соотечественники организуют помощь. Например, ищите ассоциации украинцев, украинские ассоциации в вашем городе. Такие есть в Таревехе, есть в Аликанте, есть в Валенсии. Везде можно запросить информацию и помощь. Кроме того, во многих украинских, русских магазинах также есть помощь для наших. Я не могу сейчас назвать все пункты помощи по двум причинам. Первое, конечно же, я не знаю информацию по всей Испании. Второе, они постоянно меняются. На нашем телеграм-канале мы стараемся собирать актуальную информацию о возможностях получить помощь. Эти пункты выдачи могут иногда меняться. Также не забывайте, что в Испании хорошо работают фейсбук-сообщества и телеграм-каналы. Вы можете просто найти их в поле поиска, ввести нужный вам город, и наверняка откроется великое множество. Там вы можете попросить совета на интересующие вас вопросы, спросить, где в этом городе находятся пункты помощи для украинцев. Если такие, конечно же, имеются. Или, возможно, если вы находитесь в какой-то экстренно сложной ситуации, попросить срочную помощь у участников. И снова моя ремарка. Не требуйте помощи. Иногда я вижу буквально какие-то требования помочь. Никто никому здесь ничего не должен. Пожалуйста, когда вы просите помощь, во-первых, пишите грамотно. Во-вторых, используйте слово «пожалуйста». И в-третьих, предложите что-то взамен, как я говорила уже ранее. Даже если вы пишете просто в Facebook, то все равно, если вы ищете одежду на деток, возможно, вы можете предложить свою помощь, присмотреть за чужими детками на какое-то время. Или помочь с уборкой, или какой-то другой вид работы. Просто старайтесь дать что-то полезное тому, кто протянул вам руку помощи. Есть ли доступ к государственным медицинским услугам в Испании? Да, все украинцы могут получить доступ к бесплатной медицине в Испании. Для этого вам просто нужно обратиться по месту проживания в ближайший госпиталь и зарегистрироваться там. И, конечно, как и ранее, вы можете оформить полис в частной страховой компании. Для этого вам не обязательно иметь счет у банки. Если вы захотите оформить частный медицинский полис, обращайтесь к нам. Это одно из наших основных направлений в компании. Как найти аренду в Испании? Прежде всего оставлю ссылки на основные ресурсы, где публикуются практически все предложения по всей Испании. Там публикуют как собственники, так и агентства недвижимости. Сложно ли найти предложение аренды? Да, очень сложно. Во-первых, условия аренды. Если у вас нет справки о доходах в Испании, то собственники сейчас просят предоплату за весь срок действия, то есть за год. Кроме этого, нужно оплатить залог в размере месячной платы, иногда даже за два месяца. Оплатить услуги агентству. Как правило, это составляет в размере месячной платы плюс 21% налог ИВА, то есть НДС. И даже это не гарантия того, что вы найдете достойное предложение. Потому что в агентствах мало вариантов. И если вы обратились в одно агентство, у них нет вариантов, они могут искать в другом. Другое агентство комиссионными не делится. А бесплатно никто работать не может, потому что нужно оплачивать налоги, зарплаты сотрудникам и так далее. То есть ваше агентство тоже возьмет комиссию. Иногда это оплата также за полный месяц, иногда это оплата согласно затраченному времени. То есть если брать максимум, вы можете заплатить две комиссии за год и несколько месяцев залога. Вот такая сейчас ситуация. Надеюсь, я никого не пугаю. Я не могу говорить за всю Испанию, но это та ситуация, которую я вижу в автономном сообществе Валентия, куда в том числе входят аликанты. Как добраться в Испанию? Прежде всего, конечно, нужно пересечь границу с ЕС. Дальше все будет проще. Легче всего добраться из Польши. Я нашла один хороший канал, называется Эвакуация в Испанию. Вы можете там найти анонсы отправления бесплатных автобусов из Польши в Испанию. Я вижу практически каждый день какие-то анонсы. Кроме того, на границе есть волонтеры, которые помогут вам найти способ добраться в Испанию бесплатно. Здесь все бесплатно в этом плане. Кроме того, многие европейские страны, в том числе Испания, ввели бесплатный проезд на поездах, то есть ЕЖД соединения между городами, бесплатно для украинцев, которые пострадали от войны. Если вы едете по уважительной причине, например, вам предоставили жилье или работу, и вы едете с этой целью в другой город, вам весь проезд бесплатно. Просто показывайте в кассе свой паспорт украинца. Если вас просят ситуацию, кратко как можете, объясняйте, куда вы едете и зачем. И на этом все, вы получите бесплатный билет. Некоторые авиалинии тоже идут навстречу украинцам. Например, компания Visa Air предложила 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев. Надеюсь, если вы будете искать, на вас бесплатный билет еще тоже останется. На сегодня у меня все. Я молюсь о том, чтобы в Украину поскорее вернулся мир. Берегите себя и свои семьи.